Всем салют, RedHard тут. Ну что, ребятки, мы продолжаем наше с вами приключение на самом хардкорном сервере, сервере неудержимый. Давайте приступать. Приятного просмотра. Серия 12. Ну что, мы с вами переночевали под ёлкой, никто меня не нашёл, такого полуживого. Слава богу, ни волки, ни зомби, ни игроки, ни кровососы, никто. Осталось теперь только добраться до нашего схрона, разгрузиться и наконец-то, наконец-то приступить к строительству нашей базы. Господи, как же долго я этого ждал. Я хочу поставить три стенки вокруг гаража, а к этому уже шёл целых 11 серий. Блин, сколько месяцев? Полтора месяца, наверное, уже мы на всё это потратили, да? Нет, урал не полтора, но месяц точно. Фух, и наконец-то всё это закончится. Ну, конечно, если я дойду, и никто меня по пути не подстрелит и не отнимет мой заветный кодлок. Бегу я, значит, к схрону и встречаю старого знакомого, уже почти друга. Твою мать, да какого хрена мне они так часто попадаются. Жесть. Такой щенка будут только специально за мной вешает. Просто, мать его, жесть. Вроде как самый редкий кровосос, а я в каждой серии, блин, его встречаю. На кой хрен мне такое знакомство? Может, был бы его, конечно, убить, разделать, но у меня сейчас есть кодлок. И как бы рисковать им ради какой-то головы кровососа. Наверное, я этим заниматься не буду. Но его нахер поживёт пока. Эм, в общем, если коротко о двух словах, то у меня спёрли схрон. Какого мать его хрена! Я уже собирался строиться в этой серии, а сейчас у меня спёрли схрон. Жесть. Как же мне везёт-то. Блин, вчера, вчера, в предыдущей серии, я уходил, у меня был схрон на месте. Мне не хватало только кодлока. Твою мать, сейчас у меня остался только кодлок, и мне не хватает всего остального. Это просто, мать его, жесть. И что мне теперь делать? Я даже кодлок закопать не могу. Жесть. Вот надо было, вот надо было кому-то найти мой схрон. Блин. А-а-а, фак. Чё делать-то? Блин, ладно, давайте пойдём на алтарь. Там хоть безопасно. А тут мне здесь всю дорогу кто-то настреливает в спину. Ну, не в смысле в меня. А где я хожу? Блин. Азилатов в гору идут. Поторговал немножко. Купил себе уже топорик для строительства, который мне пригодится. Также купил себе кастрюльку, пачку гвоздей и камень точильный. Ещё и денег у меня осталось 4000. В принципе, для подъёма уже неплохо, но для строительства базы пока что это всего маловато. Куда всё это прятать? У меня появилась одна небольшая идейка, которую я хочу проверить. Если вот уж она будет провалена, то, блин, я даже не знаю, что делать. С кодлоком в руках ходить. Блин. Ну ладно, сейчас проверим и будем уже решать. Так-так-так, а что это у нас здесь? Я думаю, мои внимательные зрители, вы уже догадались, что я вернулся к своему самому первому схрону, который я сделал в первый же день вайпе. Ну не в первый, ладно, там во второй я его перетаскивал. И это мой ящик. Вы представляете, сколько времени он здесь пролежал? Офигеть, а. Пипец. Если бы его не было, тогда бы, наверное, была жопа. А сейчас всё очень даже неплохо. Сейчас надо только немножко разгрузиться. Вуаля. Я оставил все самые ценные вещи в схроне. Треногу решил выкинуть. Ну, взять с собой пока что. Потому что мунгарда нет, повесить у меня некуда её. Уйти скинем, если не понадобится. А сейчас, ребятки, как бы это ни прискорбно было, но нам с вами нужно заниматься поиском пищи. Потому что наш Димка хочет кушать. А жрать у меня абсолютно нехрен ничего, кроме одного физраствора. А сейчас вы увидите момент великой охоты на кровососа. Я перепутал кнопки, на какую кидать гранату, а на какую скинуть предмет под землю. Я долго думал, вставлять этот фрагмент или нет, но решил вставить. Это просто жесть. И гранату просрал. И кровососа не убил. Блин, с едой не везёт просто катастрофически. Всё, что я находил по пути, я съедал и не смог даже себе яблочко полным набить. Животных тоже никаких не видно. Добежал уже до блокпоста, который находится около электро. Не знаю, зачем я иду сюда. Может быть, найти какую-нибудь банку бекона или патроны запасные. Хотя тут такая военка, тут ни газа, ничего такого нет. Сюда ходят все, кому не лень. Вряд ли мы что-то здесь интересное сможем найти, но проверить, я думаю, надо. Может быть, у вас возник вопрос, почему я решил отправиться в эту сторону. А всё очень просто. Даже если бы я построил базу, я бы всё равно отправился в эту сторону. Потому что мне нужна была палатка. В моей базе. Так что-то лежит. Замбарь вон ходит один. Опа, грелочка. Как раз пригодится. Решил я сплавать на Алькатрас. Потому что единственное место, которое на этом сервере я находил палатку, а я был во всех страшных местах этого сервера, это только одно место Алькатрас. Может быть, мне просто не везло. Как сейчас на этом блокпосту. Сходить на военные объекты, найти только одну грелку. Пипец. Но я решил, что палатка в базе очень нужна. Поэтому мы с вами держим путь на Алькатрас. О, ребятки, ну это судьба. У нас уже есть две грелочки. Это замечательно. В принципе, уже сможем доплыть до Алькатрас. Давайте дождевик прижим на тряпки. Потому что я так себе до сих пор даже тряпок-то и не сделал. Это вдруг опять какая-нибудь сволочь нам ногу сломает. Или нам надо будет факел сделать. Бинт. Ой, тряпки теперь эти. Нужные довольно-таки вещицы. Хотя бы стак надо всегда самой иметь. Пипец. Еда уже желтая. Я уже прошел пол карты. Мы на самом деле находимся с вами рядом уже с Черногорском. И я до сих пор не могу нормально отожраться. Вообще прям не везет на еду. Нахожу какие-то перцы, бананы. Хрень всякую. Которая чуть-чуть восстанавливает. Вот надеюсь, что сейчас здесь, в таких начальных домиках, смогу найти себе хоть что-то на пропитание. Блин, если такими темпами все пойдет дальше, я с голодухи сдохну, а до Алькатраса так и не доплыву. Если мы с вами нормально не сможем отожраться, то, блин, и смысл на Алькатрас плыть не будет. Потому что там-то пожрать не получится. Там как бы надо быть в противогазе. Ну давайте хоть что-нибудь пожрать. Какую-нибудь консервочку. Ну пожалуйста. Блин. А, нет, вот есть банка. Офигеть. Бой. Ну вот тут не строят. Пожалуйста. Привет-привет. Не буду, не переживай. Товарищ, это... Ты один, нет? Стоп, Редхар? Я один. Я вообще иду до друга, как бы, да. Вещи забрать, это... Да. Есть водичка? Или покушать? В обмен на фильтр. Да я сам с голоду тут помираю. Вот. А. Но попить дам, на. А, о. Я тут немного... Ты ничем не болеешь? Нет. К счастью. Это хорошо. Забирай в целосте сахара. А фильтрик нужен? Нет. Чё? Фильтрик нужен? Ну, да. А тебе чё, не надо? Да. Стоп. Моней? Нет. Редхарты, что ли? Нет? Да-да-да. Это я тебе предлагал в ютубе поиграть вместе. Да. Здорово. Ну вот. Да, скоро. О, отлично. Я тут это со знакомым твоим код... Сейчас. Код 35. Саша. Играю вот. Ну, я пока никого не видел. Да, удачи тебе там. Давай, тебе тоже удачи. Да, он там на контейнерах меня ждёт. Удачи тебе. Давай, пока. А что ты вообще тут в этих краях забыл? Ты ж там вроде как на севере был. Путешествую. Ладно, удачи. Блин, покушать не дадут. Первую банку консервов нашёл за весь день. И то... Отдай. Не поделился только потому, что сам с голодухи уже скоро подыхать начну. Блин, это вообще атас, конечно, будет. Прикиньте, да? Сходить на тисы, вернуться оттуда, успешно найти кодлок и умереть с голоду. Вот смех-то будет, а. Блин, надеюсь, на одной банке мы сможем дотянуть до... Куда-нибудь, где есть еда. Потому что вряд ли нам этой банки хватит, чтобы спаливать на Алькатрас и вернуться. Всех, знаете, это уже питьё какое-то. Я вот решил зайти только в одно здание. В порту Черногорска. Не хотел сюда вообще ходить. Спустился к луже, чтобы налить воды. И решил зайти в это здание. И, блин, здесь нашёл кусок консервов. Ну вот как раз то, что надо. Знаете, это не ничутьё на лут. Это запах. Запах еды привёл Димку сюда, чтобы он нашёл эту консервочку. Скушал её. Был сыт, доволен и успешен. Опа, полицейская машинка. Чё у нас тут есть интересного? Банан. Штаны химзы хорошие. Перчатки. Так, багажник пустой. Вы знаете, больше похоже на машину медиков, если честно. Нежели на машину милиционеров. Так, тут у нас вот два здания рядышком стоят, в которых может быть медицинский лут. И как бы мимо пробегать это будет очень глупо. Ну и пожрать, конечно же, тоже там можно найти. Потому что сейчас у меня с медициной таких серьёзных проблем нету. А вот с едой проблема есть. Ну и медициной пренебрегать тоже не стоит. Так, дверки открыты. Первая комната пустая. Это навевает тоску. Блин, и тут ничего нет. Ну неужели всё залутано опять, а? Прицел какой-то лежит. На калаш нельзя одеть. Ну у нас пассажка есть, поэтому не будем расстраиваться. Так, тут ещё комнатушка есть. Блин, и здесь ничего нет. Ну, раз прицел лежит, значит, лут есть. Так, штаны или куртка, чё это? О, шприц, хорошо. В принципе, в принципе, он нам пригодится. С тис я ушёл с серым экраном, а восстановил кровь именно благодаря шприцу. Потому что на сервере кровь поднимается только до 4000. Дальше 4000 нужен уже какой-то искусственный толчок, чтобы восстанавливать кровь. И в нашем случае этим толчком послужил как раз таки шприц с моей кровью, который я заранее приготовил. На тисах, как я думаю, вы видели, мы с вами потеряли много крови. А шприц нам позволил сделать наш экран снова цветным, ярким. Блин, ну, тухло, конечно. Здесь лута. Один шприц и какой-то сраный прицел. Ну, прицел возьму, вдруг продам. А шприц, ну, на всякий случай, тоже можно будет его продать, если не пригодится, или восстановить кровь. Давайте в следующее здание забежим. Зомби хрипят. Вокруг их, кстати, очень-таки много. Хрипят, такое чувство, как будто прям под самым боком. Так. Тихонечко на картах, не привлекая к себе внимания. Так, чтобы не согрелась ни одна сволочь. Так, ты кто такой? Тетрациклин пригодится. Идем ко мне. А то что ты просто так лежишь здесь? Да, конечно, пустоватенько. Ну, хотя хоть какой-то лут мы с вами находим, поэтому расстраиваться не стоит. Так, в карманах есть что? О, уголь, нифига, вот это хорошо. У меня как раз есть пустые фильтры. Мы с вами заправим фильтры. И у нас будут полные фильтры. Невероятная логика. Я так понимаю, пачки угля должно хватить на один полный фильтр с нуля, чтобы заполнить. Ну, может быть, это и не так. Надо будет все это проверить, конечно же. Так, тут этаж вообще пустой. Галяк полный, ничего нет. Еще нужно на крышу обязательно забраться и глянуть, что у нас там. На центральной тумбе лежит. Что-то игра немножко подтвердит. Опа, что-то есть. Так. О, нихера себе. Ружье. Это хорошо. Патронов найдем. Можно будет кровососом голову отстреливать. Ну, а дальше я пошел уже в сам непосредственный Черногорск. Лут был, было много. Всякого интересного. Но вот только еды не было совсем. Вот от слова совсем. Был один интересный момент. Который меня слегка напугал. И я вам его сейчас покажу. Я ултался. Никого не трогал. И тут неожиданно раздались выстрелы. Причем возле меня. Может быть даже в меня. Зомбарь согрелся. Который рядом со мной находится. Я немножко в панике. Пытаюсь найти стрелка этого. Ну, такое чувство, как будто он стрелял в меня. Потому что вроде как зомбари бегают целые. Через канал, что ли, он в меня стрелял. Застрелить хотел, сволочь такая. Агрессивный пацан какой попался. Так, вот и ПСОшка пригодилась. Вот он, этот хлопец. Он сидит и отстреливает зомбарей. Насколько я понял. Ну да, вот он отстреливает зомбарей. Мы можем либо помочь ему, либо помочь зомбарям. У нас глушитель. Один выстрел. И никто ничего не узнает. Его лут будет моим. Ёпперый петр. Сейчас еще в меня попадет. Прикиньте, застрелит. Родомный выстрел. Но там, конечно, лута с них поднимет. Нам, в принципе, просто задержать дыхание. Сделать один выстрел. И все. Но вместо того, чтобы стрелять, я позволил ему себя обнаружить. Помахал ему ручкой. И на этом наши с ним пути разминулись. Больше я его не видел, не встречал. И может быть, это и к лучшему. Слушайте, вода уходит просто моментально. Нашел вот колоночку. Но, в самом деле, я к ней шел. Сейчас наполню кастрюлю. И буду отпивать себе до 5000 гидраций. Потому что это вообще невозможно. Просто вода уходит моментально. Знаете, что я подумал? Все дело в химзе. Химза весит очень много. И поэтому у меня такой жесткий перегруз. Нужно как-то избавляться от этих вещей. Находить какие-то более легкие вещи. Но с таким же объемом. Так, ну что ж, худо-бедно. Я нашел себе покушать. Еблочко вроде как полное стало. Но, на самом деле, оно не сильно очень заполнено. Очень мало еды было в черно. И, вы знаете, порой в Дэйзи происходят такие интересные события. Я вот решил, что мне больше не нужна химза. Потому что она весит много. И кое-какие вещи я там выкинул. И если я найду какие-то по объему вещи такие же, как химза, то я их с удовольствием изменю. Тот же самый плащ. И штаны их готов одеть с меньшими слотами. Вот. Но именно в тот момент, когда ты решаешь, что химза тебе вроде бы как не нужна. Да и с тебе предподносит кое-какие подарки. Если честно, я сам в шоке с них. Это просто оттас. Ну что ж, не успел я отойти от черно. А мое яблочко уже перестал быть полным. И я решил забежать на военную базу болота. Чем, черт не шутит, вдруг я что-нибудь смогу здесь найти или подстрелю какого-нибудь кровососа или зомбаря. Так, что это за вышки тут такие? И смогу у них добыть себе какой-нибудь провиант. Потому что с едой вообще, прям вообще, ну вообще не везет. Ну что такое? Что-то, если честно, я совсем не узнаю эту местность. Так, газ пошел. Что это за палатки такие? Разве на болотах было столько палаток? Офигеть, кто-то зомбарит тут накрашу. А, блин, это текстурные. Е-мое. Перепутал. Слушайте, я не узнаю эту местность. Это что, с новым патчем добавили? Или это доктор тут насовал их? Так, берем. Пока место позволяет, все будем собирать. Но я хочу найти какой-нибудь бекон. Пожалуйста. Так, ботиночки. Че у нас там? А у нас уже драные, кстати, тапки-то. Хорошо, что мы нашли. Слышу, где-то зомбарь хрипит. Слушайте, офигеть, тут сколько палаток. Может, где-нибудь точно должен быть. Штаны. О, пузырь водяры. Хорошо. Спички. Ну, блин, возьмем. Штаны, кстати, тоже возьмем. Может быть, в будущем поменяем их. Химзу снимем. Так, гранатка. Отлично. На кровососа пригодится. Химзу снимем. И оденем эти штаны. Ой-ой. Оденем эти штаны. Че это за полка? Ее взять, что ли, можно? Слушайте, она так стоит криво, но внутри, как будто это кто-то сам админы расставили эти палатки. Раньше я не помню, чтобы на болотах был такой военный городок палаточный. Блин, ну еды нет. Дайте, дайте бекон. Я как дурак. Бегаю от деревни к деревне и ни хрена найти не могу. Я уже полчера Руси прошел. Ой, ой-ей. Аккуратненько. Дядя, иди отсюда. Фига себе, палатка, как интересно застроена. Офицерская. Оф, там-то что-нибудь должно быть. Офицерский запас туфонки. И тут у нас, короче... Ни хрена нет. Надо смотреть, как текстура выглядит сквозь эту палатку. Это точно добавлено админами. Слишком кривовато. Для богемии. Хотя... Ой-ой-ой. Дядя сюда пришел. Так, надо как-то аккуратненько перебраться, чтобы он нас не заметил. А перейти не получается, только прыгать. Давай. Чик. И аккуратно по тапкам посмотрим, что он здесь охранял. Может, тут что интересное есть? Патроны. Мы будем брать. На алтаре продадим. За патронами... Патроны, кстати, мне кажется, это самое такое выгодное, что можно найти и продать. Занимает одну ячейку. Стоит до хера. По-моему, очень круто. Так, зод. Это тут укрепление. Как эта херня называется? На мешках. Вы мне писали в комментариях, что это может быть. Ничего нихера нету. И наверху тоже пусто. Так, давайте-ка чекнем еще машинки. Они вроде как тоже в тумане находятся. В газу. Ай, блин, ударился. Ладно. Может быть, тут тоже есть какой-нибудь лут военный. Хотя мне, конечно, еда нужна. Че такое? Поксидка, что ли? Блин, раньше удочку из нее можно было. А че сейчас не можно делать? Наверное, удочку какую-нибудь ремонтировать. А, еще шлема ей раньше можно было ремонтировать. Так, машина вообще пустая. Слушайте, вообще не помню эту местность. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, это админами добавленная местность? Или просто со мной вышел и вот этот палаточный городок? Потому что я, к сожалению, не успел оследить за всеми этими обновлениями. И мог где-то его пропустить. Ну, на саму базу уже тогда давайте не пойдем. Палаточный городок этот чекнули. Так, штаничих ничего нет? Нет, пусто, к сожалению. Здесь газ тоже, что ли, не действует? Звука никакого нет. А, нет, вот все пошло. Ну, да, я уже переживаю, что звука этого нет. Так, ну, дальше будет база... Ой, база, деревня, болото. Место довольно-таки тоже людное. Но нам с вами, напомню, нужно найти покушку. Вообще, серее получается какая-то голодная игра. Так, там зомбарь, давайте-ка его обойдем. Голодные игры. Пытаемся найти себе пожрать, чтобы не сдохнуть от голода, чтобы сплавать на Алькатрас. Эх, проза жизни. Забегая вперед, скажу вам, что в деревне я нашел не так уж и много еды. Нашел перчик, консервированный тунец и банку колы. И из еды это все. Нашел много всяких различных полезных ништяков. Но, не знаю, ни с чего нужно показывать вам. Вот, пожалуйста, перчик съел. Сейчас тунец. Припьем колой, и все будет хорошо. Кстати, совсем забыл. Одной пачки активированного угля хватило ровно на то, чтобы заполнить одну пустую банку из-под фильтра. И, кстати, опережая ваши вопросы, ту желтую химзу я не стал брать, потому что весит она до хера. Места занимает очень много. И одевать ее не стал. Потому что она очень заметная. С такой желтой химзой даже не убежишь никуда. Раз мы с вами захотели все равно снимать химзу. Так что, смысл брать ее не было. Оставил ее другим выживающим. Кто ее найдет, им-то она будет понужнее. Так, ну что ж. У нас с вами перед эдакатрасом осталась, ну, буквально там одна деревня. В которой, по-моему, есть полицейский участок. В которой мне неоднократно доставалось на орехи. И, как бы, я не хочу ее посещать. Но у нас очень мало еды. Как бы это смешно не звучало. Везде не ищем еду, а еду мало. Вот. И я по краешку ее, наверное, обойду. Посмотрю крайние дома. Посмотрим, что мы там найдем. И будем уже, наверное, плыть на Алькатрас. В надежде, что на Алькатрасе мы с вами еды найдем. И на обратном пути, когда приплывем, сможем покушать. Потому что других вариантов у меня больше нет. Просто бегать с полным инвентарем всякой фигни, чтобы искать себе пожрать. А потом с полным инвентарем плыть на Алькатрас. У меня уже скоро места для лута, а не на Алькатрасе не останется. Блин, по краешку в деревне прошелся. Из еды нашел только перец. И еще кое-что интересное я нашел. Это какая-то подозрительная машинка. Кто-то на семерке сюда приехал лутаться или что? Вряд ли она здесь заспавнялась. Ну, вроде как, я никого не вижу. Можно, конечно, попытаться угнать ее. Но мне как бы надо плыть на Алькатрасе, не машину угонять. Поэтому я этого делать не буду. Ну что ж, все. Вот с таким вот запасом воды и еды мы с вами будем отправляться на Алькатрас. Я совсем забыл, тут же вот еще перед Алькатрасом есть маяк с гаражиком. Вдруг нам здесь что-то перепадет в плане еды. Вряд ли, конечно. Блин, я помню, раньше в сортирах спавнилась еда. Но сейчас что-то в последнее время не видно. Опа, юбка. О-о-о, пивас, вот это хорошо. Это знак, ребята, это знак. Так, потому что пиво имеет очень большую калорийность. И это хорошо. Кто-то мне сказал, что на маяках тоже спавнятся какие-то вещи. Давайте-ка залезем и посмотрим. Кстати, нашел оптику интересную в Хантинг Скоп. Давно я такой оптики не видел. Так, и что у нас здесь есть? Да. Нет, у нас здесь абсолютно нихрена. Ну что ж, припьем пивка. И будем отправляться на Алькатрас. Но этим мы с вами займемся уже в следующей серии. Ну что ж, спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Редхар. Всем пока. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова